На данный момент я директор Федерального научно-практического центра Здравоохранительного Сеченского университета Обстояние правления Ассоциации хосписной помощи И если вы мне позволите, я начну доклад И для этого важное замечание, потому что нас, я очень надеюсь, слушают и наши московские коллеги, и наши сотрудники Центра палиативной помощи Первого хосписа И мне бы очень хотелось, чтобы мы были правильные, аккуратные в должностях Спасибо вам огромное Давайте начнём тогда доклад Спасибо вам, что вы смогли загрузить презентацию, которую буквально недавно я вам прислала И сейчас наша цель – обсудить роль тех препаратов, которые сейчас есть в нашей практике Почему они нужны, почему они важны И какова цель и каков эффект того, что мы сейчас имеем эти препараты Хотела сказать о дозировке и лечении прорыва в боли Не секрет, что имея только пролонгированные формы неинвазивных препаратов Зачастую палиативные специалисты в хосписах на дому или в стационарах Использовали подбор эффективной дозы, повышая базовое обезболивание продлёнными препаратами Цент получает таблетированный морфин или трансдермальную терапевтическую систему Если у него есть боли и он за прошедшие сутки получал какое-то количество дополнительных инъекций Тромодола или кетарола или других инстероидных противовоспалительных веществ Мы просто в следующую наклейку увеличиваем дозировку и клеим два пластыря Или в следующий приём таблеток морфина или капсул морфина Мы просто увеличиваем или двойную дозировку Или увеличиваем на 50% ту дозу, которую давали На самом деле в умелых руках зачастую это неплохой подбор терапии обезболивания Возможно, в подбор терапии обезболиваниях этим методом возможно пользоваться Но этот метод подбора терапии имеющимся длительно действующими препаратами Зачастую ведёт к побочным действиям, приводит к сонливости у пациентов Появлению когнитивных нарушений и к подрыву, так скажем, авторитета этого препарата Как в глазах медицинского персонала, так и в глазах медицинских пациентов и их родственников Это очень важно Особенно, когда мы с вами имели мало лекарственных препаратов в наличии То есть если пациенты или его родственники категорически не хотят принимать морфин В связи с тем, что случилась тошнота и рвота на прошлое повышение дозировки Получается один препарат Сейчас, конечно, по-другому выглядит ситуация Но всё равно риски при неправильном тетровании, они очень большие И не только репутационные родственники в силу того, чтобы выражен Просто клеят второй пластырь такой же дозировки Несмотря на то, что у пациента выраженная температура, например Или дают ещё и ещё одну таблетку пролонгированного морфина Потому что тоза, которая с утра была, неэффективна она И других препаратов нет, и приходится давать дополнительно то, что есть Коллеги, это крайне сложный, крайне опасный шаг Поэтому сейчас, почему мы с вами сегодня вместе Почему мы вот эти все слова благодарности И призываем, говорим и призываем к подбору терапии С использованием новых возможностей Потому что это более безопасно и более эффективно для наших пациентов Итак, сейчас я буду говорить именно о необходимости обезболивания Законное право, более того, в 19 статье 323 федерального закона Облегчение боли как право пациента на медицинскую помощь В том числе наркотическими лекарственными препаратами И психотропными лекарственными препаратами И обращаю ваше внимание, нет разговора о том, что это только онкологические пациенты И только в онкологических стационарах, например В связи с этим мы не говорили сегодня о понятии общей боли И той философии, которая вкладывает палиативная помощь в понятие общей боли Но мы обсуждали не только медикаментозную терапию Но и полное понятие ухода за пациентом И всесторонней поддержки пациента Что, конечно, уменьшает болевой синдром И это первая часть нашего сегодняшнего дня Была посвящена многогранности палиативной помощи Но еще важно говорить о том, что где бы пациент ни находился Он испытывает боль, которую мы должны купировать Вплоть до его вдоха И, например, отменяя лекарственные препараты В связи с тем, что пациент частично неадекватен Или он загружен Если мы воспринимаем и понимаем Что эта ситуация не связана с передозировкой препарата Что же такое прорывная боль? Мы сейчас хотели бы ввести определение некое В нашу профессиональную повседневную практику Что такое прорывная боль? И тут стоит важным моментом понимать Что прорывное обезболивание А это именно та боль, которая может возникнуть у пациента На фоне вполне себе приличного базового обезболивания И одним из главных аспектов Если мы говорим о правилах У него болевой синдром прилично выражен И он усиливается при каких-либо обстоятельствах Мы будем с вами дальше говорить Я тоже остановлюсь на этом Транзиторное обострение боли Которое возникает спонтанно Может возникать ни с чем не связанное Или быть вполне себе конкретно предсказуемым В связи с тем, с чем связана прорывная боль И можем ли мы определить эти причины Терапия этой ситуации Ее коррекция и носит совершенно разный характер Типы прорывной боли Эпизодическая боль И спонтанная боль Само понятие философии палеоативной помощи И вообще помощи тяжелобольным пациентам Максимально уменьшить те страдания Которые можно уменьшить Если мы с вами готовимся делать пациенту Какую-то процедуру Которая вызывает ощущение То есть мы должны эту процедуру Предвосхитить введением Обезболивающих препаратов Если боль спровоцирована ходьбой, едой Если боль спровоцирована приемом в ванной Если боль спровоцирована перевязкой То, соответственно, это тоже прорывная боль Но эпизодическая Боль может быть непроизвольная Спровоцированная непроизвольными движениями Например, кашлем Или мочеиспусканием И, соответственно, если мы не можем с вами Предвосхитить или предугадать Когда у пациента начнется кашель А, возможно, у него только он в ночное время Или в вечернее Или не связан ни с временем суток Соответственно, тогда мы с вами должны уже говорить Возможно, по увеличению дозы базового обезболивания Если эти прорывы более чем три раза в течение суток И спонтанная боль эпизодическая Это боль, которая ничем не спровоцирована Непонятно откуда происходит И конца действующего обезболивающего средства Например, если мы применяем базовое обезболивание Таблетированный морфин пролонгированный 12 часов действия И боль начинает у пациента прорываться Один за другим эпизоды Во второй половине дня Начиная с 6-7 вечера До следующего приема таблетированного препарата И еще в течение какого-то времени после приема А далее снова боль уже не прорывается И носит удовлетворительный характер Или, например, при приеме трансдермальных терапевтических систем Когда пациент в течение двух суток Не испытывает прорыва боли А последние сутки у пациента прорывная боль И зачастую именно этот вопрос задают родственники Можно ли наклеивать препарат быстрее, чем каждый То есть не в 72 часа с интервала, не в 72 часа, а в 48 часов Что делать в эти последние сутки И зачастую мы для того, чтобы не повышать дозу базового обезболивания Применяем дополнительное обезболивание у пациентов Например, на третьи сутки приема пластыря фентанила Или если эти боли нестерпимы и начинаются еще раньше Тогда мы увеличиваем дозировку И ограничения для того, чтобы правильно подобрать терапию И не увеличить побочные действия Соответственно, мы говорим о важных определениях Которые используются в нашей клинице О которых мы сегодня уже говорили Они отражают необходимость регулярного введения препаратов Если боль у пациента постоянная Если на приеме первая или вторая ступень терапии И только во время каких-то провокационных факторов Она усиливается, возможно, в ночное время Возможно, перевязка Возможно, пациент не отличит на него нагрузку В этом случае мы можем применять биоидные анальгетики Соответственно, что такое экстренная доза Мы будем пользоваться этим термином впредь Это дополнительная доза обезболивающего препарата Которая применяется для купирования прорыва боли И, конечно, рекомендуется применять препарат Который Получает пациент в качестве базового обезболивания И прорывной боли на фоне базовой терапии А приступы... Простите, у нас перелистываются слайды Коллеги, всё ли в порядке у меня? Да, Диана Владимировна, всё в порядке Иногда чуть-чуть пропадает связь Но слайды помогают следить за мыслью Всё хорошо Спасибо большое Итак, диагностика прорывной боли Приступы боли, усиление боли Появляются на фоне постоянной боли Это первое И на фоне применения анальгетика Это второе И далее вне этих приступов Боль удовлетворительно контролируется Это важно Далее мы должны говорить о том Что основные принципы диагностики Они абсолютно перекликаются С принципами вообще диагностики боли Как часто особенности Как часто прорывная боль Наблюдается у пациентов Онкологического профиля У пациентов, страдающих Злокачественного образования Данные исследования Доктор Меркаданте Итальянский эксперт Палиативной помощи У которого большое количество Исследований Посвященных именно Онкологическим Терминальным больным В палиативной Хосписной службе 50% опрошенных пациентов Испытывали прорывную боль Накануне То есть практически половина Пациентов Которые получают Обезболивающие препараты В регулярном режиме За прошлые сутки Испытывали боль Причем среднее число Этих эпизодов От начала появления боли До самого его пика Всего лишь 3 минуты Как быстро боль Поднимает голову 20% пациентов Связали эту боль С движением А у 13% пациентов Эта боль Началась в конце Действия предыдущей дозы И у 70% Она была Непредсказуема Пациенты не ожидали Ее появления Хотя эти ситуации Уже были ранее И обратите внимание Что пациенты С прорывной болью Имели более интенсивную И более частую Фоновую боль Чем пациенты Без прорывной боли То есть мы понимаем О том что если есть Пациенты с более Высокой Необходимостью Применения более Высоких доз Или препараты Пациента со смешанным Характером боли С нейропатическим Компонентом Мы должны с вами Предугадать Что подбор терапии У этих пациентов Или плановое Базовое обезболивание Этих пациентов Будет Может сопровождаться Периодическим Прорывом боли И значит мы с вами Должны помимо Длительных препаратов Длительного действия Назначать Пациенту Препараты Короткого действия Инвазивные Или инвазивные Как в зависимости От ситуации С пациентом Мы посчитаем Более правильно И еще важно Что наличие Прорывных болей Связано С Меньшей С более выраженной Функциональной Недостаточностью То есть Пациенты Менее активны Тревожны Депрессивны Соответственно Уход за этими Пациентами Затруднен Время и внимание На этого пациента Значительно больше И соответственно Качество жизни Этого больного Мы абсолютно должны Предположить Что оно Меньше Как Хуже Как оценить Наличие прорывной боли В этой связи Нам крайне необходимо Может помочь Дневник оценки Болевого синдрома Дневник оценки Болевого синдрома Является приложением К клиническим рекомендациям Хронический болевой Синдром у взрослых Его необходимо Вести Пациенту Или его родственникам Или медицинскому персоналу В момент подбора Дозировки Или в момент Терапии боли Если есть эти прорывы Обратите внимание Пациент отмечает Не только Боль по шкалам В течение недели Понедельник Вторник Среда В течение дня Но и отмечает Внизу примечания Стол Сон Настроение И прочие Клинические проявления Которые могут Повлиять на болевой синдром А для вас Это как сопутствующее Так сопровождающее Проявление Наличие этих прорывов Боли Поэтому дневник Оценки боли Он может быть Включаться Как в историю болезни И быть Собственно говоря Для нас Помощником Пациент зачастую Спрашивает Когда мы Интересуемся Где болит Сколько мест Болезненных Как часто болит Как долго болит Какие вы применяете В этот момент Анальгетики То есть Первичная оценка И мониторинг боли Он как для Прорыва боли Так и для Терапии Базовой боли Естественно Одинаков Но важно понимать Что необходимо Доверять больному И еще Оценить Влияние Прорывной боли На возможность Приема пищи На активность На ночной сон И на Применяемые Другие анальгетики Пациенты Зачастую Начинают Применять Массово Комплекс На различные препараты Которые могут вызвать В дальнейшем Осложнение Или стереть Картину Происходящего Итак В клинических рекомендациях Есть раздел Тетрования Дозы Опиоида И терапия Прорыва боли При подборе Необходимой Эффективной дозы Базового обезболивания С пролонгированных В формах препаратов Требуется проводить Тетрование Препаратами Короткого действия Дополнительные дозы Спасительные Так называемые Вводятся По мере появления Болевого синдрома Например, мы с вами Мы имеем пациента Который не принимал Ранее Опиоидных анальгетиков Или принимает Опиоидные анальгетики Но сейчас у него Выраженные боли Нам надо с вами Подобрать эффективную дозу Если пациент Уже принимает Длительные Действия Препараты То мы с вами Даем ему Возможность Принимать Спасительный Так называемый Препарат Дополнительный Препарат Короткого действия По мере необходимости И по мере появления Болевого синдрома Дозировка Которую мы Должны Подобрать Для этого препарата Она тоже Очень строго Индивидуально Подбирается Нельзя Использовать Для подбора Терапии Для лечения Прорыва в боли Препарат В той же дозе Мы получим Обратный эффект Когда при пациент Заснул И мы это Мы часто видим Когда родственники Говорят Мы сделали Дополнительный Препарат Он заснул Проснулся Через какое-то время Снова с болевым Синдромом Эффект Конечно Большой дозы Использованного Препарата Для спасительной Цели Итак Четко контролируемая Доза Которая Называется Спасительной Это доза Примерно 1,6 От общей суточной Дозировки Дальше у нас Будет Расчет То есть 1,6 Дозировка 1,6 Часть От общей Суточной Дозы И пациент Применяет В течение дня При прорывах Боли При появлении Боли Эту дозировку А через сутки Мы с вами Считаем Сколько же Мы Раз Сделали пациенту Эту дополнительную Дозу И потом На следующий день Или на следующее Введение препарата Мы понимаем Насколько Этот препарат Можно увеличить Мы можем Увеличивать О чем мы говорили В начале Подбирать дозу И длинными препаратами Но мы рискуем Побочными действиями При экстренной терапии Резкого Спонтанного Липезодически Возникающего Приступа Боли На фоне Приема препарата 20% Общей суточной Дозы Дотационная Доза Индивидуальна Но Важно Среднее время Учитывать При применении Препарата Коллеги Это вопрос О том Какой же препарат Идеален Для подбора Выбора Лекарственного Средства Для прорывной Боли Логично Предположить Что этот препарат Должен быть Быстрого действия Недолго Продолжительности Для того Чтобы купировать Именно Ту боль Которая возникла В эпизодический И далее Не повышать И не вызывать Побочных эффектов Соответственно Уйти из кровяного русла И не действовать На больного Рекомендуется Использовать Для контроля Предсказуемых Эпизодов Прорывной боли За 20-30 минут До провоцирующего Воздействия Опиоиды С немедленным Воспобождением И коротким действием И здесь есть Очень важный момент Боль может купироваться Препаратами Первой ступени Боль может купироваться Препаратами Второй или Третьей ступени И в зависимости от того На какой препарат Базовый Получает наш пациент Именно в этой связи Мы с вами подбираем Те препараты Которые ему необходимы Если пациент В плановом порядке Получает на первой ступени Обезболив Стероидными Противоспалительными Препаратами Или протестамолом С применением Дивантов Например Получает Лечение боли И боль Успешно купируется И только возникает В связи с какими-то Провоцирующими Или другими факторами Называется прорывной То мы с вами Соответственно Контролируем Боль или дополнительным Введением препарата Базового Нестероидного Противоспалительного Или адъювантными Препаратами Или другими Симптоматическими Симптоматическими Средствами Если у пациента Боль Купируется Препаратами Второй ступени Обезболивания То есть фоновая Терапия Базового Препаратами Производится Препаратами Слабыми Опиатами Тромодол Например Малыми дозами Сильных Опиоидных Анальгетиков В сочетании Например С нестероидными Противоспалительными Или адъювантными Типа Препаратами То какой препарат Мы должны Использовать Для прорыва боли Конечно Мы должны Говорить О возможном Дотационном Введении Тромодола Однако Мы должны Понимать И мы ограничены Верхнесуточной Дозой Тромодола 400 мг В сутки Если пациент Принимает 200-300 мг Тромодола И у него Возникает Болевой синдром То у нас Единственная Возможность С вами Сделать укол А укол Не то что Необходимо Пациентам Для хронической Боли Мы все-таки Говорим и ратуем О неинвазивных Средствах Соответственно Мы ограничены И максимальной Дозировки Тромодола В сутки И возможности Его введения Для быстрого Эффекта Только внутримышечно Мы можем Использовать С вами Проседол Гузер Рафаэлл Сегодня Говорил о чудесном На самом деле Препарате Российского Производства Защечный Под язык Препарат Который Хорошо Регулирует Болевой синдром Для Терапии Второй ступени Обезболивания Следует Отметить Что Следует Избегать Регулярного Значения Этого Препарата Более чем Три раза В сутки И стараться Применять Его К сожалению В инструкции Количество Препаратов В сутки Значительно Больше Но в силу Наркогенного Потенциала Который Присущий В любом Клиническом Случае При длительном И большом Введении Этого препарата Мы все Это хорошо Знаем То есть Препарат Хорош Но для Кратковременного Применения И эпизодического Не больше Трех таблеток В день А иногда Возможно И меньше И на второй Ступени Обезболивания Можно применять Нестероидные Противовоспалительные Препараты Адювантные Препараты Для лечения Прорыва Боли Что же делать На третьей Ступени Обезболивания Если пациент Получает Таблетированный Морфин Или Трансдермальная Терапевтическая Система С фентанилом Или Оксикодон Или Макрокситон Вопрос О том Каким образом Лечить эти Прорывы Боли У данных Пациентов Все зависит Еще И от Количества И от той Дозировки Которую Получает Пациент На третьей Это средние Дозы Обезболивающих Или Это достаточно Высокие Дозы Морфина 60 и выше Фентанила 50 и выше И мы с вами Понимаем У нас В клинических Рекомендациях По хроническому Болевому синдрому В сочетании Лечения Пациентов Пластырьным Формом Фентанила Написано Что не Сочетать Его с введением Тромодола И у коллег Зачастую Возникают вопросы Почему Эффект очень хороший Я соглашусь Про дополнительное Введение Тромодола При небольших Дозах Фентанила Но если Дозы Фентанила Высокие Назначать Тромодол Это значит Возвращаться По второй Ступени И рисковать Некупированным Прорывом И зачастую Прорывы Боли На фоне Фентанила Лечат Не просто Тромодолом Инъекционным А тромодолом В сочетании С кетаролаком Или другим Препаратом И только тогда Добиваются Эффекта Соответственно Мы опять Говорим о побочных Действиях Препарата Поэтому При терапии Боли Третьей ступени Конечно Мы с вами Должны Использовать В правильном Режиме Проседол И если Это невысокие Дозы Морфина Или фентанила И морфин Как препарат Короткого действия Который у нас Сейчас есть И возможностей У нас с вами Несколько Мы можем использовать Инъекционный морфин В виде Амнопона Или морфина Пароральный морфин Причем И раствор И таблетки И промедол Раствор И таблетки Избегая Введения Этого препарата Более нескольких дней Мы не можем Убрать С счетов Промедол И его Зачастую Эффективное Лечение У пациентов Но и время Ограничено И эффективность Ограничено И это Достаточно Небольшое Количество Больных Которому Стоит Назначать Промедол Я это Озвучила Но все-таки Считаю Что Именно Ограниченное Количество Пациентов Могут Применяться Препарат В основном Конечно Правильнее Говорит Эморфин Итак Расчет Дозировки Препарата Для лечения Прорыва Боли Например Пациент У нас Получающий 120 мг В сутки Морфина Пролонгированного В течение Суток Отметил В течение Суток Количество Прорывов Три И не Связал его Ни с какими Видимыми Причинами Первое Мы с вами Не можем Делать Дополнительное Введение Препарата Без Видимых Причин То есть Заблаговременно И это Ограничивает Нас В Применении Препаратов Которые Длительного Действия Короткого Но Не сразу Возникающего Эффекта Если У пациента Прорыв Боли Не связан С видимыми Причинами То получается Что нам Стоит Только ждать Этого Прорыва Когда он Появился И в этом Случай Большая Ответственность Перед Медиками В стационаре Отреагировать Сразу И Перед Медиками Которые Выписывают Препараты На дом То есть Дать Возможность Родственникам В руки Морфин Таблетированный Или Инъекционный Морфин Параральный В разовой Дозе 1,6 От суточной Дозы Или Морфин Парантеральный В разовой Дозе 1,12 От суточной Дозы Почему Такая Разница Гузерфан Сейчас Об этом Говорила Биодоступность Препарата Парарального И Инъекционного Она Различна И соответственно Доза Препарата Отличается В 2-3 Раза При Применении Морфина Парарального Или Парантерального Итак Общий 120 МГ Мы Для Таблетированного Морфина Парарального Мы Делим 120 На 6 Действия Раствор Если Нет Возможности Приема Пациенту В силу Клинической Ситуации Принять Препарат Парарально Тогда Мы Должны Сделать Парантеральный И Препарат Уменьшается В 2 Раза То есть 10 МГ Одна Ампула Если Боль Сохраняется На том же Уровне Мы Должны С вами Увеличить Дозировку На 50% От того Когда Она была Мы Повторяем Ту же Дозу Это Подход К терапии Таким Образом Мы Должны Применять Быстродействующие Кратковременные Обезборивающие Средства И назначать Их Сразу После Появления Боли Дополнением К основной Схеме Терапии Одевантных Препаратов Для лучшего Контроля Мы Не забываем Ни О антидепрессантах Ни О нейролептиках В зависимости От Характера Боли И конечно Гормональных Препаратов Если Боль Которую Можно Предсказать И которая Возникает При определенных Действиях Ведь не только Лекарственным Препаратом Можно Уменьшить Боль При поворотах При ванне Или при перевязке Увеличить скорость Перевязки Сделать Более Профессиональный Сестринский Уход Применять Противопролежные Матрасы Применять Функциональные Кровати И применять Конечно Сестринских Технологий При уходе За больным Для того Чтобы Уменьшить Страдания Больного И соответственно Уменьшить В том числе Наши Дозы Препаратов Лечение Прорывов Боли Их предотвращение В конце Действия Обезболивающих Препаратов Это я хочу Вернуться Снова К вопросу О том Что делать Если препарат Работает Прекрасно 48 часов И не работает 72 В отдельных Клинических Сручах Мы можем Себе позволить Сокращение Интервала Между дозами Или увеличение Дозы Лекарственного Препарата Сокращение Интервала Дозами Есть пациенты Которые Прекрасно Применяют Пролонгированный Препарат Три раза В день Или фентанил Который Хорошо Работает При смене Пластыря Каждые 48 часов Единственное Что это надо Отметить В медицинской Документации Провести через Всю опасность И все риски И внимательно Контролировать И мониторить Этого больного Какое же Средство Выбрать Мы сегодня Говорим о том Что сейчас У нас в резерве Достаточно Хорошее Количество Препаратов Если Говорить О препаратах Московского Эндокринного Завода Наш Крарфин Радиоствора Для приема внутрь И препараты Амнопон Я все-таки Считаю И хочу Обратить Ваше внимание Что нельзя Забывать Про этот Лекарственный Препарат При нейропатических Прорывах Боли Он очень Хорошо Работает И зачастую Мы меняем Применяем То морфин То амнопон И тем самым Улучшаем Эффективность Терапии Применение Промедола Как таблетирования Так инъекционного И конечно Препарат Проседол Которым Нужно Уметь Работать И конечно Нужно Использовать Для Терапии Хронического Болевого Синдрома И так Я очень надеюсь Что я уложилась Во время И думаю Что правильнее Время Оставить Для дискуссий Потому что Вопросов Клинических Практических Будет много Как и в прошлую Секцию Но я хочу Вам сказать Очень важную Вещь Можно Мы сейчас Полчаса Говорили Час Полтора часа Будем говорить О безопасности Эффективности Но коллеги Если мы с вами Не будем Реагировать Быстро На потребности Больного Мы не сможем Снять эту боль Если мы будем Звать врача Из соседнего отделения Или Врачи Будут Или медсестры Прибегать Из приемного Покоя В соседний корпус Потому что У нас Централизованная Служба Наркотическая Как часто Бывает Во многих Больницах Мы с вами Не сможем В течение Трех Пяти Десяти Минут Сделать Пациенту Спасительную Дозировку Приедет дежурный доктор Придет дежурный доктор Посмотрит Медицинская сестра Документация Служба Наркотическая К пациенту попадет Через час-полтора Это среднее время Дохода Медицинской сестры Со шприцом Или с таблеткой До больного При наличии Централизованной службы Это большой дефект Оказания помощи Онкологическим пациентам Отсутствие В отделениях Службы Наркотической Препаратов И если мы То же самое Есть и в палиативных Отделениях В больницах В палиативных Отделениях Мы видим Что не во всех Есть возможность Назначения Экстренного назначения И доступности Этих препаратов Это важный Организационный дефект Который Уход от которого Наверное Еще бы увеличил В разы Причем Людмила Владимировна Хочу сказать В разы бы увеличил Потребление Пиодных энергетиков Онкологических больных Если бы был рецепт У каждого врача Онколога И препарат В каждом Онкологическом отделении Думаю Что наши бы цифры Были еще в десятки раз больше Нам есть куда двигаться Уважаемые коллеги Спасибо вам За то Что вы сейчас С нами были И И Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому